«Гиацинт-С» – советская 152-мм армейская самоходная пушка. Разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения. Главный конструктор шасси «Ефимов» – 152-мм пушки 2, 37 «Калачников» – 152-мм боеприпасов «Калистов». Предназначена для подавления и уничтожения средств ядерного нападения, поражения органов управления, тылов, живой силы и боевой техники противника в местах сосредоточения и в опорных пунктах, а также для разрушения фортификационных сооружений. История создания. С отставкой Хрущёва после почти десятилетнего перерыва работы по артиллерийскому вооружению в СССР были возобновлены. Сначала на базе отдела ракетного. Вооружение Третьего Центрального научно-исследовательского института, а затем уже во вновь воссозданных подразделениях артиллерийского вооружения. В 1965 году министром обороны СССР была утверждена программа развития артиллерии. К этому моменту на вооружении армии США уже состояли корпусные САО М-107. В то же время результаты применения пушек М-46 в артиллерийской дуэли между Китаем и Тайванем показали недостаточную дальность стрельбы советской корпусной артиллерии, поэтому назрела необходимость разработки новой системы повышенной дальности стрельбы. Период с 1968 по 1969 год Треть с ней совместно с предприятиями оборонной промышленности выполнил НИР «Успех», в рамках которой был определён облик перспективных артиллерийских систем и их направления развития вплоть до 1980 года. А 8 июня 1970 года выходит постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР номер 427-151. В соответствии с этим постановлением была официально начата разработка новой 152-мм корпусной пушки как в буксируемом, так и в самоходном варианте. Предварительно, 27 ноября 1968 года Министерство оборонной промышленности утвердило решение номер 592, предписывающее начало научно-исследовательской работы по созданию замены буксируемой пушки М-46. В ходе исследований были проработаны три варианта САУ. Первый – с открытой установкой орудия, второй – с рубочной установкой орудия, третий – с закрытой установкой орудия во вращающейся башне. В сентябре 1969 года материалы аванпроекта были рассмотрены комиссией Министерства обороны СССР. По результатам работ было выяснено, что оптимальной для новой самоходной пушки будет открытая установка орудия. Полученные проработки легли в основу ОКР под наименованием «Гиацинт-С» индекс ГРАУ-2С5. Гиацинт должен был поступить на вооружение артиллерийских полков и бригад корпусов и армии для замены 130-мм пушек М-46 и 152-мм пушек М-47. Главным разработчиком 2С5 был назначен Уральский завод транспортного машиностроения, пушка 2А-37 проектировалась в СКБ Пермского машиностроительного завода имени Ленина, за. Боеприпасы отвечал Московский научно-исследовательский машиностроительный институт. К весне 1971 года на Пермском машиностроительном заводе были изготовлены две баллистические установки с длиной ствола в 7200 мм для отработки боекомплекта орудия. Однако в результате несвоевременной поставки гильз-испытания были начаты только в сентябре 1971 года и продолжались вплоть до марта 1972 года. Испытания показали, что снаряды при использовании полного заряда массой 18,4 кг имели начальную скорость 945 м в секунду, а дальность 28,5 км. На усиленном заряде массой 21,8 кг. дальность составляла 31,5 км, а начальная скорость 975 м в секунду. При этом отмечалось сильное воздействие. Дульной волны. Для устранения этого замечания масса порхового заряда была уменьшена до 20,7 кг, а также введена гладкая насадка на ствол орудия. В апреле 1972 года конструкция орудия была доработана, а к концу года на Уральский завод транспортного машиностроения были отправлены два опытных образца пушки 2А37 для установки в самоходное шасси. Опытные образцы САУ-2С5 были отправлены сначала на заводские, а затем на полигонные испытания. К 1974 году полный цикл испытаний САУ «Гиацинт-С» был завершён, после чего началась подготовка производства к серийному изготовлению. В это же время на базе 2С5 разрабатывался и другой вариант САУ под обозначением 2С11 «Гиацинт-СК». Отличием от базового образца был картузный метод заряжания, призванный уменьшить стоимость производства зарядов за счёт исключения из состава латунных гильз. В ходе работы был использован научно-технический задел по картузным вариантам самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация», однако окончательно к производству был принят вариант с раздельногильзовым заряжанием. 20 января 1975 года постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР номер 68-25 самоходная пушка 2С5 «Гиацинт-С» была принята на вооружении советской армии. Броневой корпус. Самоходная пушка 2С5 «Гиацинт-С» выполнена по безбашенной схеме с открытой установкой орудия. Корпус машины сварен из стальных броневых катанных листов и разделён на три отделения. Силовое моторно-трансмиссионное, отделение управления и боевое. В передней части корпуса по правому борту расположено моторно-трансмиссионное отделение. Слева от него находится место механика-водителя с органами управления шасси. За сидением механика-водителя установлено рабочее место командира машины с поворотной башенкой. В средней и кормовой частях корпуса располагается боевое отделение. В средней части корпуса установлены механизированные укладки для размещения возимого боекомплекта. По обеим сторонам укладок вдоль бортов размещены сидения членов экипажа. По правому борту в передней части находится сидение оператора в задней наводчика. По левому борту установлено сидение оператора. В кормовой части корпуса установлены четыре топливных бака, механизм стопорения подающих лотков и люк для подачи боеприпасов из боевого отделения. На кормовом листе корпуса установлены балки с шарнирами, на которых закреплена опорная плита САУ. На крыше на поворотной платформе установлена артиллерийская часть самоходной пушки. Пушка 2-37 имеет два положения – походное и боевое. В походном положении опорная плита поднята вертикально и находится за задним кормовым листом. В боевом плита откидывается назад с помощью гидравлической системы и упирается в грунт. Механизм заряжания и механизированная укладка обеспечивают автоматизированный цикл заряжания. Механизм заряжания – полуавтоматический с цепным транспортером и электроприводом. С помощью механизма заряжания элементы выстрелов перемещаются на линию досылания. При стрельбе подача выстрелов может осуществляться не только из боеукладки, но и из грунта. В боевом положении САУ наводчик находится вне корпуса машины на поворотной платформе слева от пушки у прицельных приспособлений. Для защиты от пуль и осколков рабочее место наводчика оборудовано броневой амбразурой. В передней части машины на нижней части лобового листа установлен отвал для самоокапывания. Толщина лобового листа составляет 30 мм. Вооружение. Основным вооружением является 150-мм пушка 2.37, обладающая максимальной скорострельностью 5-6 выстрелов в минуту. Основными узлами орудия 2А-37 являются ствол, затвор, электрооборудование, досылатель, противооткатные устройства, верхний станок, ограждение, уравновешивающий, поворотный и подъёмный механизмы. Ствол орудия представляет собой трубу-моноблок, соединённую с казёнником муфтой. На дульном срезе трубы закреплён дульный тормоз с эффективностью 53%. В казённике расположен горизонтально-кленовой затвор с полуавтоматикой скалочного типа. Цепной досылатель снаряда и заряда предназначен для облегчения работы заряжающего. Противооткатные устройства состоят из гидравлического тормоза отката и пневматического накатника, заполненного азотом. Подъёмные и поворотные механизмы секторного типа обеспечивают наведение орудия в диапазоне углов от минус 4 до плюс 60 градусов по вертикали и от минус 15 до плюс 15 градусов по горизонту. Пневматический уравновешивающий механизм служит для компенсации момента неуравновешенности качающейся части орудия. Верхний станок с орудием устанавливаются на центральный штырь в задней части крыши корпуса шасси 2.5. Откидная опорная плита, размещенная в корме корпуса, передаёт усилие выстрела на грунт, обеспечивая большую устойчивость САУ. Возимый боекомплект самоходной пушки «Гиацинт-С» составляет 30 выстрелов. Масса качающейся части – 3800 кг. В основной боекомплект пушки 2.37 входят осколочно-фугасные снаряды 3ОВ-29 с максимальной дальностью стрельбы в 28,5 км, а также снаряды 3ОВ-59 с улучшенной аэродинамической схемой. Максимальной дальностью стрельбы в 30,5 км. В настоящее время для 2С5 разработаны высокоточные снаряды «Краснополь» и «Сантиметр» для поражения бронетанковой техники в местах сосредоточения пусковых установок, долговременных оборонительных сооружений, мостов и переправ. При стрельбе управляемыми снарядами используется специальный заряд, отличный от применяемых в САУ-2С3 и 2С19. Кроме обычных типов боеприпасов, «Гиацинт-С» может вести огонь специальными ядерными боеприпасами 10 типов мощностью от 0,1 до 2 килотонны в тротиловом эквиваленте. Дополнительно САУ-2С5 оборудовано 7. 62 мм пулемётом ПКТ. Пулемёт установлен на вращающейся башенке командира, углы вертикального наведения составляют от минус 6 градусов до плюс 15 градусов, а горизонтального – от 164 градуса влево до 8 градусов вправо. Для личного оружия расчёта предусмотрены пять креплений под автоматы АКМС, а также крепления для сигнального пистолета. Для борьбы с бронетехникой противника в корпусе САУ имеется крепление для противотанкового гранатомёта РПГ-7. В случае возникновения опасности нападения с воздуха, в САУ находится переносной зенитно-ракетный комплекс 9 к 32 м стрела 2 м. Ввозимый боекомплект дополнительного вооружения входят 1500 патронов для пулемёта, 1500 патронов для автоматов, 20 ракет к сигнальному пистолету, 5 гранат для противотанкового гранатомёта и 2 ракеты для переносного зенитно-ракетного комплекса. Средства наблюдения и связи. Для наведения орудия, осуществления разведки местности днём и в ночной период времени, а также для стрельбы из пулемёта, в командирской башенке установлен комбинированный прицел ТКН-3А с прожектором О-3ГК. Место наводчика оборудовано артиллерийским панорамным прицелом ПГ-1М для стрельбы с закрытых огневых позиций и прицелом прямой наводки ОП-4М-9-1А для ведения огня по наблюдаемым целям. Место механика водителя оборудовано двумя призменными приборами наблюдения ТНПО-160, а также прибором ночного видения ТВН-2БМ для вождения в ночных условиях. Внешняя радиосвязь поддерживается радиостанцией Р-123. Радиостанция работает в УК в диапазоне и обеспечивает устойчивую связь с однотипными станциями на расстоянии до 28 км в зависимости от высоты антенны обеих радиостанций. Переговоры между членами экипажа осуществляются через аппаратуру внутренней связи Р-124. Двигатель и трансмиссия. В 2.5 установлен V-образный 12-цилиндровый четырехтактный дизельный двигатель в 59 жидкостного охлаждения с наддувом мощностью 520 л.с. Кроме дизельного топлива, двигатель имеет возможность работы на керосине марок ТС-1, Т1 и Т2. Трансмиссия механическая, двухпоточная, с планетарным механизмом поворота. Имеет шесть передних и две задних передачи. Максимальная теоретическая скорость движения на шестой передней передаче составляет 60 км в час. На второй задней передаче обеспечивается скорость. Движение до 14 км в час. Ходовая часть. Ходовая часть 2.5 представляет собой модифицированное шасси из ПТПСУ-100П и состоит из шести пар обрезиненных опорных и четырех пар поддерживающих катков. В задней части машины находятся направляющие колеса, в передней – ведущие. Гусеничная лента состоит из мелких звеньев с резинометаллическими шарнирами цевочного зацепления. Ширина каждого трака 484 мм при шаге 125 мм. Подвеска 2,5, индивидуальная торсионная. На первом и шестом опорных катках установлены двухсторонние гидроамортизаторы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова